Аукцион невиданной щедрости в Киеве сегодня дарили землю в стаканах народным депутатам. Так разгневанные жители хотели показать, что аппетиты парламентариев непомерны. И их желание возвести для себя любимых еще одну элитную высотку непонятно тем людям, под окнами которых расчищают место для депутатов. Кстати, ни один народный избранник, проходивший через трое митингующих, не признался, что ему нужна квартира в Киеве. Репортаж Алла Щелочевой. Столичная земля даром в депутатские руки. Раздать вот такие нехитрые подарки жители Киева решили перед началом рабочего дня возле Верховной Рады. Раздавали, правда, немного по одному стакану на депутата. Шановные пановы, беспритульные депутаты, Щиро запрошуем вас до пункта распродажа киевской земли. Таким оригинальным способом эти люди показывают народным избранникам, что совсем не хотят видеть их своими соседями. В той многоэтажке, что строится у них прямо под окнами. Мы и ночью выходим дежурим, и днем выходим дежурим. Вот это такое. Вони продали землю еще раньше. О Мельченко, кто там еще был? Вот эти козли все. Вот так и пишут козли. Я сделала ремонт, у меня трещит потолок. Сейчас, а как они будут забывать свои? Речь идет о жилье для нуждающихся в нем депутатов. Дом, в котором народным избранникам якобы выделят квадратные метры, возвести решили на этой тихой улочке. Пока здесь на пустыре нет никаких признаков строительства. Стоит лишь палатка, в которой периодически дежурят жильцы соседних домов. Они против того, чтобы многоэтажку на 200 квартир, да еще и с подземным паркингом возвели вот на этом небольшом кусочке земли. Произойти это может через два года. Такие сроки установил застройщик. И у людей появилась перспектива остаться без дворика и площадки. А еще смотреть в окна соседям-депутатам. Вид из нашего балкона. Сразу вот начинается строительная площадка. Но все равно должны соблюдаться какие-то санитарные нормы, какие-то этические нормы и какие-то архитектурные. Грунты здесь подвижные. И если какое-то строительство будет рядом с этим домом, он упадет первым. Впрочем, в самой Верховной Раде от квартир в Новострое открещиваются. Есть такие документы в Верховной Раде, как кошторис в Верховной Раде. Мы не выделяли кошки. Этот документ мы разглянем в Верховной Раде. И приймем его. Поэтому, как можно строить, если нет денег? Сегодня от самих митингующих и их подарков депутаты сбегали. Как, например, вот эта группа в костюмах на красный свет. Кому скользнуть не удавалось, хватали за руки. И только несколько человек обещали передать землю главе парламента. Получил ли подарок спикер, неизвестно. Но каждый из проходящих депутатов участникам акции сказал, что в жилье не нуждается. Алла Щелычева, Анна Панова, Вадим Реон. Подробности. Телеканал Интер.